Добрый день, друзья и подписчики канала Гриша из Брисбена Австралии с очередным, на мой взгляд, интереснейшим видео. Пожалуйста, я вас умоляю, посмотрите всё видео до конца, потому что видео очень серьёзное и может помочь многим. Видео, в принципе, называется «Грибок ногтя», но, если честно, оно поможет вам или кому-то другому спасти жизнь. Смотрим до конца. Ещё раз, пожалуйста, если вам понравится это видео или другие видео на моём канале, пожалуйста, подпишитесь. Пожалуйста, нажмите на этот колокольчик, чтобы не пропустить никакое одно из моих видео. И ещё одна информация, это видео будет являться из серии «Поверьте мне, я не доктор». Ребята, я не доктор. Я парень, которому нравится читать диссертации, переводить их на более понятный язык и дать людям шанс узнать другое мнение о своём здоровье, о возможностях помочь себе, помимо докторов. Доктора заинтересованы в основном в медицине. Я поставлю линк внизу видео, если вы не видели моё видео о докторах, оно будет там. Давайте начнём говорить о грибке. Я и моя семья всегда страдали грибком на ногте. И я никогда не считал, что это нормально, но никто никогда не говорил о лекарстве. И всё началось с простого. Кто-то мне сказал, а чего бы не использовать лак для ногтей, специально лак против грибка. И я сказал, давай пробуем. Идея такова, что лак мажется на ноготь. Химикаты, которые в этом лаке... Химикаты или медикаменты, как хотите, так и называйте. Влияют через ноготь на грибок. И грибок умирает. И когда ноготь вырастает, больше грибка не будет. Мазал года два. Ничего не работает. Думаю, что ж такое. Всем... у многих работает, а у меня не работает. Кстати, люди не говорят о том, что не работает. Потому что некоторым стыдно, некоторые не хотят признаваться. Ребята, если есть грибок на ногте, слушаем дальше видео. Это серьёзная проблема. Дальше я решил, грибок смотрится отвратительно. Очень многие думают, не хочу рядом быть с этим человеком, я заражусь. Нельзя заразиться с этого грибка, сразу говорю. Но люди же этого не знают. Это выглядит ужасно. Вот, выглядит отвратительно. Кстати, это тоже больно. Потому что когда ноготь растет неправильно, когда ноготь отрывается, это всё довольно-таки неприятная процедура, мероприятие. Я пошёл к врачу опять и говорю, помоги мне, пожалуйста. Извиняюсь. Ну, ты говоришь, ну, могу предписать тебе таблетки. Сильные-сильные таблетки. 28 таблеток. Если ты их выживешь, грибка не будет. Я говорю, хорошо, давай. Ребята, на четвёртой таблетке у меня была такая реакция сумасшедшая. Я остался... Я очутился в больнице. У меня была сумасшедшая аллергическая реакция на эти таблетки. Взвело мне где-то, наверное, года три морально отойти от этой проблемы. Но грибок меня доставал. Я опять пошёл к врачу. И говорю, есть какая-то ещё возможность вылечить грибок? Она ведь есть, но она немножко не для грибка. Я говорю, в каком плане? Ну, говорит, это есть как бы для женских дрожжевых раздражений в организме. Короче, он мямлил-мямлил. И говорит, одним словом, в конце концов, это всё относится к грибку. Хочешь попробовать? И я говорю, ну, в принципе, терять нечего. Давай. Получил эти таблетки. Принимал три месяца. Я смотрю, грибок начинает исчезать. Класс, да? Принимал месяца на четыре. Грибка... Таблетки закончились. Грибок ещё не ушёл. Я пошёл, получил ещё одну порцию таблеток. Принимал, думаю, месяца в восемь, пока весь ноготь вырос, грибка не было. И как раз закончились у меня таблетки. Думаю, классно, всё, нету грибка. Не буду не принять таблетки, ничего, прекратил. Как только перестал употреблять таблетки, грибок вернулся. Думаю, блин, что же делать? Пошёл обратно к врачу. И этот вот врач говорит, ну, что ты хочешь? Я говорю, давай ещё раз таблетки, хорошо было всё. Он приписал таблетки, я продолжаю принимать. После года они у меня закончились. И он возвращается к врачу, и говорю, дай мне ещё таблеток. Он говорит, для чего? Он говорит, ну вот, для грибка на ногте. Он говорит, подожди, сколько ты их принимаешь? Я говорю, ну уже год принимаю. Он говорит, ты что, не-не, всё-всё, перестань. Я говорю, а чего? Он говорит, а ты что, говорит? Ты можешь заработать печёночную недостаточность и закончить летально. И вот это был момент, когда я решил понять, почему грибок на ногте каким-то образом относится к печени. Я знал, что все лекарства будут обрабатываться печенью, потому что печень — это фильтр организма, но я так и не мог понять, почему именно от этого, вроде бы как небольшого лекарства, не сильного, у меня должна отказать печень. И я начал изучать, как работает печень, какие проблемы, когда печень не работает, и какие побочные эффекты. И как результат того, что я сделал, я поменял диету, я поменял стиль жизни, я прекратил принимать любую медицину. Ребята, у меня уже года нету грибка на ногте, и я ничего не принимаю. Давайте же разберемся, какая проблема, и начнем сначала. Я хочу поговорить сейчас о печени. И все остальное видео будет возвращаться к грибку на ногтях, но грибок на ногте — это визуальная проблема. Она может быть неприятна, но небольшая. Если идет отказ печени, ребята, это смерть. Поэтому я хочу, чтобы мы прошли немножко, как печень работает, какие проблемы связаны с печенью, и как они видны на теле, как, допустим, как грибок на ногте, чтобы вы могли понять, и также поговорить со своим врачом, если вам нужно это сделать. Итак, первая проблема, которую можете заметить, это внизу ноги будут красные или коричневые точки. Обычно связаны с плохим кровообращением или, опять-таки, заблокированной печенью. Я не могу сказать, допустим, может быть, всякие раздражения, все. Если вы предполагаете, что с печенью что-то не так, пойдите к врачу. Если эти прыщики или точки никуда не уходят долгое время, это действительно печень. Раздражение приходит и уходит. Второе, это так называемые... А, кстати, эти вот точки, это из-за избытка употребления фруктозы в питании. И я рассказывал это в моем предыдущем видео, я поставил линк внизу о результате фруктозы и глюкозы на печень. Так вот, фруктоза через процессы переработки вырабатывает жир, который он выкладывает вокруг себя. И получается, что этот жир давит печень и душит ее. Если у вас эти точки долгое время внизу ног, обратитесь к врачу. Если так, сделать анализ на печень очень важно. Дальше, паучьи вены. Это как бы маленькие, как капилляры, порванные как бы сосуды, и они вроде как как паутина, да? Если вы это видите, серьезно, бегите к врачу. Это фактический результат цирроза печени. Цирроза это последняя степень до отказа печени. Или уже при отказе. Поэтому я не знаю, что доктор посоветует, но опять-таки я не доктор. Пожалуйста, пойдите к врачу. Я не даже не хочу это обсуждать. Паучьи вены, внизу ног. Очень важно обратись к врачу. Дальше. Это то, что у многих. Особенно, если обратить внимание, у людей, которые принимают очень много алкоголя. Потрескавшиеся пятки. Личитает, это высыхает кожа, неправильные ботинки, неправильная обувь. Нет, ребята. Это отсутствие витамина B3 или так называемых жиров омега-3. Дело в том, что наша жизнь и еда, которую мы употребляем, либо велика жирами омега-6, которые убивают жиры омега-3, либо же пища, которая настолько пустая, что она вымывает все минералы и этот вот, и витамин из нашего организма. B3 будет результатом трескания кожи. Если кожа трескается, посмотрите в интернете, посмотрите с врачом, начинайте принимать больше, кушать продуктов, которые имеют витамин B3 и также омега-3. следующее зудь или неприятная боль в, как бы, арке ноги. И очень многое люди считают, что это плоскостопие, а у многих это связано с неправильной работой печени. Когда забита печень, когда плохое выделение желчи, происходит именно вот это ощущение. Не хочу за это вот уходить в биологию, но если у вас есть зуд в арке стопы, такое ощущение, что вы в плоскостопии, обратите внимание на это и поговорите с своим врачом. Пусть он сделает анализ на печень. И последнее это, в принципе, то, что испытывают многие, у которых избыточный вес или также есть проблемы с печенью, это если внутри, внизу ноги нажат на кожу пальцем вот так вот, то когда убираешь палец, остается, как бы, ямка. Эта ямка означает, что есть задержка жидкости в ногах, это также может этот вот быть результатом неправильной работы печени или почек. И также грибок на ногах. Грибок на ногах это значит, что печень заполнена жиром и как результат чрезмерного употребления фруктозы или глюкозы. И таким образом она не работает правильно. И также неправильно работает желудок. Есть бактериальная не сбалансированная желудок и очень много получается дрожжевых как бы частиц внутри организма. И это может явиться двумя способами или вместе взятыми. Первое может быть перхоть и второе может быть грибок на ногте. А может быть грибок и перхоть. Если у вас есть одно или другое или всё вместе, займитесь ребята своей печенью. Это очень важно. Какие проблемы с печенью могут быть? Почему они происходят? Самое основное в современном мире это побочные эффекты лекарств. Мы очень слишком на легабные лекарства, особенно антибиотики. Антибиотики по большому счёту убивают всю флору желудка. И таким образом печень этого страдает и появляются проблемы с печенью. Второе это потребление питания с высоким содержанием фруктозы. Напоминаю ещё раз, глюкоза по сравнению с фруктозой очень дорого её пускать. И очень много продуктов сладких с фруктозой. Инсулин не разбивает фруктозу. Фруктоза сразу уходит в печень и является токсином для печени. Если вы употребляете слишком много сладкого, употребляете слишком много фруктозы, скорее всего у вас печень не работает правильно. Четвёртое низкое количество овощей в рационе питания. Я думаю это явление понятное, но почему именно это? Потому что в овощах у нас в основном витамины и минералы нужны печени для её самоочищения. Если употребляете овощей, не скажу фруктов, но если вы употребляете мало овощей или ваша пища в основном готовится на высоком огне, то у вас нет ничего, что нужно печени для её функционирования. Потребляйте больше овощей и фруктов, особенно красноцветных и овощей с тёмно-зелёным листом. Пятое. Это должно быть первым, но это пятое, потому что это в основном более очевидно. Чересчур большое употребление алкоголя. Что происходит с алкоголем? Алкоголь не море, алкоголь это токсин для организма. У нас всего один фильтр в организме. Это печень. Когда алкоголь попадает в организм, он идёт сразу в печень, печень останавливает все свои процессы и занимается переработкой алкоголя. То есть получается так, что у вас жизнь останавливается, пока алкоголь не будет разбит на другие химические элементы. И таким образом, если вы постоянно дополняете алкоголь в печени, у неё нет возможности восстановиться и в конце концов заканчивается циррозом. И последнее, самое, что интересное, я думаю, это то, что было и со мной тоже, потому что я человек спортивный, это избыточное употребление белка. Или вы это потребляете, потому что вы кушаете слишком много мяса. Или вы это употребляете как часть своих спортивных тренировок, как шейки или что-нибудь другое. Или так получается ваш комбинация другого и одного и другого. Я не говорю, что белок это плохо для человека, но чересчур большое употребление белка очень сильно влияет на почки и на печень. В комбинации с алкоголем, с фруктозой, с этим остальным печень может отказать. Ребята, вот такие вот дела. Все началось с грибка на ногтях и закончилось фактически лечением печени. Я очень надеюсь, что это видео помогло вам, помогло кому-то, кто это может услышать. Пожалуйста, делитесь, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Говорите, если что-то еще интересно. Я пытаюсь создать видео на темы, которые интересны людям. А пока что, большой привет и до следующего раза. Гриша из Бризбана. Пока.